Новые годы, рожство – это шанс, коли каждый верит в суд. И черновниками для инших становятся не супергерои, а самые обычные люди, которые просто не могут пройти мимо чужой бяды и одиноты. Про ширость и добрыню – сюжет Ганны Ковалевой. Прационная ранница воротовальника МНС Паула Мельникова нередко начинается миновита так. Залеченные секунды надеть форму, заскочить у пожарную машину и кули на воротовании життёв. На этот профессийный шлях Павел устав недавно. Ему 19 працует у сего похода, а вот выбор на корысть МНС зарабил давно. Кажется, заусюду хотел допомогать людям. И, может быть, это той выпадок, когда не профессия возначает человека, а совсем на отворот. Но допомогу иншим он приходит не только по службовым обовязкам, но и за межами пожарной части. И недавно юнак вернулся с российского Курска с перемогой в международном турнире сярод профессийных бойцов. У поединка гомельчанину сопротивлял майстер спорта России по рукопашным боям, москвич Алексей Найдёнов. Однако, не глядяши на серьезную подрыхтовку субберника, Павел все-таки сдоле устать лепшим у своей ваговой категории. У якости приз отримал наручный годинник и великий грошовый приз. Однако, тратить гроши на себе выртовальник не стал. Распорядился выигрышем по инициативе своего тренера. Мы решили купить в дом малютки подарки детям к Новому году, также к Рождеству, фрукты, памперсы, конфеты. Ну, все, что нужно детям. Заразу в этом доме детятис находится 56 малых. Установы про мое дяте из малинства и до 8-ми годов. У их няма батьков, а Лена Жаль, есть великий спецзахворваню. Большисть народилась и с пороками развития. Мои тяжкие хроничные захворывания, как и все дети, они чекают уваги и пяшоты. Узять на себе частку этой отказности вырышил Павел. Он тут частый гость. Приходит разом с коллегами, приносит развивающие цацки, размалевки на тему безопасности життедейности. Размовляя и гуляя с детьми. Дарочи, помир своего выигрыша Павел вырышил покинуть в Сокрете. Сказал только, что сумма была серьезная. Ребята были перед Новым годом, посетили наших детей. Причем, опять-таки, люди не называют своих имен. Это просто сотрудники, это их средства, это их деньги. И то, что мы узнали, это просто его коллеги сказали, что вот есть неравнодушный человек, который спортсмен, который весь свой выигрыш потратил на то, чтобы помочь нашим детям. Если настолько много доброты в наших людях, то, я думаю, наши дети, которые лишены семьи, самое главное, родительского тепла, это очень важно для нас. Конечно, грустно смотреть на то, как детей оставляют в таких домах. Хочется, чтобы все детки нашли себе дом, родители, ну или хотя бы родители забрали их родные, исправились, забрали своих деток назад. Мы стараемся каждый год помогать чем-то детям, также не только детям, но и ветеранам стараемся помогать. Я считаю, что это правильно. Так должны поступать каждый человек.